Итак, блины. Сейчас как раз идет масленичная неделя, но мы блины едим не только же в масленицу, но и на завтрак, на обед, а то и на ужин. Поэтому эта программа будет актуальна всегда. В интернете есть множество вариантов, множество рецептов приготовления блинов, но все они так или иначе похожи по ингредиентам. Сегодня покажу самый простой и самый популярный рецепт. Начнем с яиц. Моя бабушка говорила, сколько в блинах яиц, столько и ложек сахара сыпем. Сколько у нас яиц? Шесть или семь? Так, у меня молоко уже остыло. Я буду разговаривать. Пол-литра молока нам нужно. Так, еще насыпем. Это не для камеры. Ну, как у нас это появилось? Ну, я насыпала только что. Так, теперь просеиваем еще 300 граммов муки. Тесто будет густым. А сейчас, внимание, сюда нужно добавить кипяток. И мука тем самым заварится. Нормально все? А что тебе не взяла это? Да. Венчиком красивее для программы. Еще нам нужно растительное масло. Как говорила моя бабушка, сколько ложек сахара, столько ложек растительного масла. Рецепт-то у нас стандартный. Но хозяйки все до сих пор спорят, нужно ли в тесто для блинов добавлять соду. Некоторые говорят, что да, они становятся пышными, мягкими. А некоторые говорят, что разницы никакой нет. Предлагаю проверить. Мелкуть. Какую будем добавлять соду? Так, ее уксусом же нужно гасить. Но это все знают. Ой, иди сними, сейчас шипеть будет красиво. Кстати, если готовите блины на кефире, то уксуса можно не гасить. Потому что кефир, он же кислый. И сода даст реакцию и без уксуса. Эти готовы. Теперь жарим блинчики с содой. А давай смертельный номер. Эти у нас с содой, эти без соды. С виду они никак не отличаются. Смотрите, я разницы не вижу никакой абсолютно. На вкус, кстати, разницы тоже никакой нет. Покажу еще один вариант. Он больше подойдет для ваших детей, чтобы их заинтересовать. Тесто у нас то же самое. Просто мы их по-другому пожарим. Вот в такую штуку насыпем какао. И сюда наливаем тесто. Да, фокус не удался. Дети будут есть обычные дни, да? Добавлю красителя. Краситель пищевой, безопасный. В дорожном строительстве используется. И в тяжелой металлургии. Еще раз. Делаем наоборот. Сначала нальем коричневую смесь, а потом белую. А теперь сделаем блины с припеком, то есть начинкой. Я буду делать с колбасой и сыром? Нет, не с колбасой, а с ветчиной. По мне тут уже колбаса приходится очень. Какая колбаса? Видно, что ветчина. Потом скажут, что я не могу отличить ветчину от колбасы. За полчаса я напекла три вида блинов. Берите на заметку и не бойтесь экспериментировать. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин